МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди узнали не сразу, что случилось на самом деле. Эвакуированные в первые недели после катастрофы 130 тысяч человек не имели понятия о том, что они должны покинуть свои дома навсегда. И то, что еще несколько сотен тысяч людей в последующие годы ждет такая же судьба. И никто не знал, как продолжать жить и есть ли в этом смысл. Через 25 лет после Чернобыля выросло целое поколение, у которого нет воспоминаний, связанных с событиями апреля 1986-го. Но есть полная информация о масштабах катастрофы. Радиоактивные выбросы накрыли пятую часть Беларуси. Страна пострадала больше других и осталась один на один с этой бедой. Оставалось надеяться на себя и самим решать, как жить. Надежда – это то, с чего начинается долгая дорога к возрождению. Субтитры создавал DimaTorzok И даже через 10 лет пустые заводы, разрушенные дома, закрытое производство. Из регионов радиоактивного загрязнения отселены тысячи людей. Для переселенцев построены дома и квартиры. А что же делать с той землей, которая, несмотря ни на что, оставалась родиной для многих беларусов и откуда многие не хотели уезжать? Жили семья, работа, много детей, но, наверное, любовь вот к этой маленькому, наверное, такому маленькому кусочку земли или к своему маленькому городку превысила все страхи и переживания. Мы все-таки посещали, скажем. Сейчас не жалеете, что-то? Нет, сейчас не жалею. Даже в основном нам нравится здесь. Мы тоже боялись этого всего и хотели уехать. Ну, как бы привыкли к этому всему и нормально. Молодой президент Александр Лукашенко тогда впервые проехал по местам, граничащим с зоной. Он много говорил с людьми и смог поверить, что эта земля будет востребована. Оставалось сделать так, чтобы в будущее поверили люди. С тех пор каждую весну президент отправляется в Чернобыльский шлях. Зона отчуждения становится зоной освоения. Сколько я буду президентом, я всегда буду здесь. Потому что если я сюда не поеду, то люди потеряют всякую надежду и уверенность в том, что когда-то они могут прийти на эти земли. Ни популизм и ни праздное любопытство. В ходе первых поездок по регионам Александр Лукашенко, выслушивая пожелания людей, пришел к выводу, что здесь надо создавать условия для работы и для жизни. Возродить земли, усилить медицинскую помощь, доставить чистое топливо, поправить дороги. Какие проблемы, вопросы? Если будут, скажете, я тут долго еще буду уложить. На полях Гомельского района президент предлагает местным аграриям возделывать кукурузу. Если верить ученым, эта культура не воспринимает радиацию. Так начинается полная смена специализации сельскохозяйственного производства. Дальше был Брагинский район, наиболее пострадавший от Чернобыльской катастрофы. Из-за аварии 40% жителей уехали, но ведь больше половины остались жить на своей земле. Через 10 лет сюда вернулось еще 180 семей. А позже район стал одним из самых заселяемых в Чернобыльской зоне. Территории, пригодные для проживания, обнаружились в самых неожиданных местах. Деревня Кирова в 18 километрах от Чернобыля. Но ученые вынесли решение, здесь можно жить и даже вести хозяйство. С традиционного молочного животноводства надо просто перейти на мясное. Так в хозяйстве Комаринский появилась невиданная доселе порода скота – лимузины. Производство нормативно чистой продукции в нашем хозяйстве вопрос расширился, скажем так, уже давно. Мы не знаем, что такое получать грязное молоко, грязное мясо. В Брагинском районе по рекомендациям ученых проведена переспециализация для всех без исключения 17 хозяйств. И так теперь работают и в Хойникском, и на Равлянском районах. На период конца 90-х годов, начала 2000-х, были проблемы, были возвраты с малокозавода, с мясокомбината, вопросы с реализацией рассеянной продукции по Стронсию. Благодаря мер, комплексных мер, в том числе программам переспециализации, на сегодняшний день у нас в районе единично регистрируются случаи провышения норм РДУ по продукции, спасли хозпродукции, и то это в частном секторе. Новое стадо президенту показывали с гордостью. Стоило это больших бюджетных денег. Зато люди могут работать и зарабатывать даже здесь. Значит, продукция это потребляемая сегодня, она продается, чистая продукция. Ну так отлично, что нашли. Вот это наше счастье. Зарубежные партнеры признают, что в Беларуси радиационный контроль продукции организован эффективно. Мощная система контроля дает право заявлять, попадание на прилавки белорусской продукции с превышением норм невозможно. Эти республиканские нормы постоянно ужесточались, и сегодня они самые жесткие в Европе. В Гомеле открывается Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Этот центр впоследствии принесет много пользы для всей республики. Здесь все нуждающиеся, и особенно дети, получат высококвалифицированную помощь в диагностике, лечении, а также защите от последствий воздействия мирного атома. Для многих этот центр станет настоящим спасением. На протяжении более чем 10 лет объект был заморожен, и только вмешательство главы государства сдвинуло проект с мертвой точки. В это же время укомплектовывается новым оборудованием и квалифицированным медперсоналом все районные центры Гомельской и Могилевской областей. Быхов в числе этих райцентров. Здесь Александр Лукашенко встретил одну из печальных годовщин. Ирина Кравцова в тот год только переехала сюда жить. Когда я приехала, здесь ставился только один панельный дом. А сейчас, если вы видели в городке дом очень красивый, 80-квартирный, идет массовая застройка полоса. Я сама сейчас вступила в состав кооператива, и будем с ребенком строить квартиру. Со временем площадь зоны сократилась. По естественным причинам в результате распада радионуклидов. И благодаря мероприятиям по ликвидации загрязнения. Именно там, в Быхове, президент заявил о том, что в решении чернобыльских проблем начался новый этап. От реабилитации пострадавших земель, их развитию. Это нормальные дороги, это газификация, это подведение воды к каждому дому и так далее. Это надо все равно было делать. Это мы в основном сегодня и делаем, плюс чистое питание. Основные средства направляются на развитие Гомельской и Могилевской областей. Здесь будут новые рабочие места, благоприятные условия для предпринимательства, включая льготное налогообложение и возможность взять кредиты. Впоследствии для этих целей были приняты соответствующие программы, задействованы научные и экономические ресурсы. Мы предоставим самые большие преференции для того, чтобы здесь развивалось производство. Самые большие, которых вообще нет в мире. Мы об этом не единожды заявляли. Для всех желающих. Тут не было ни асфальта, ничего. Бурьянов рос выше человека. И вот что после его посещения за три года сделано. Директор совместного предприятия «Агролинк» Александр Захаревич раньше жил в Могилеве. Сейчас считает свой бизнес здесь серьезным и значимым. Котельная бывшая, караульное помещение, где практически не было ни окон, ни дверей. Ну, и рос бурьян довольно большой. Тогда нам было предложено восстановить эти объекты и вовлечь ее в хозяйственный оборот. Бывшие объекты военной инфраструктуры почти разрушенные, теперь стали птицефабрикой, где работают уже 200 человек. Переехать, найти новую работу на новом месте – это не так просто. А когда есть достойная работа в той местности, где человек родился, живет, может быть обеспечена нормальной работой, нормальными условиями проживания, конечно, это очень для человека, это имеет большое значение. Здесь же, на этом дворе, между котельной и караульной, встречали несколько лет назад главу государства. Конечно, это неординарное событие, я хочу сказать. И то, что люди относились к работе, к подготовке совершенно по-другому, не так, как, наверное, в обычные дни. Это чувство еще до сих пор летает у них. От экономически бесполезного синдрома жертвы люди здесь давно избавились и не любят слово «пострадавшие». Вот построенный в Быхове после визита президента консервный цех, новые итальянские линии и примечательная торговая марка «Хозяин Барин». Галина Шевцова работает здесь столько, сколько живет в Быхове – 36 лет. Лично я с уверенностью, у меня трое детей, у меня двое внуков, я надеюсь, еще у меня внуки вырастут. Поэтому я как бы очень люблю нашу Беларусь, и мы будем у ней жить достойно и работать. Многие сельхозпредприятия, чьи земли оказались под ударом радиации, сегодня дадут фору иным конкурентам, расположенным в менее проблемных местах. Как по рентабельности, так и по чистоте продукции. Этот белый концертный рояль появился в Быховской школе искусства как подарок от президента. Мы же не без инструментов были, но вы знаете, что внимание, внимание к детям, внимание к их творчеству, к детям, таким, можно сказать, которые живут в провинции, в небольшом городке, это дорогого стоит. И совсем скоро, без громких слов, раритетный инструмент вместе с детьми переехал в новое здание, где нашлось место и музыкантам, и маленьким балеринам. Наши дети учились в приспособленных помещениях, не было этого здания, не было таких условий, не было таких музыкальных инструментов. Хотя таланты всегда же есть, и они учились, выбирали профессии, развивались, разъезжались по всему свету. Ну а сейчас мы, конечно, находимся в комфортных условиях. Рассказывая о приезде главы государства в Быхов, ей запомнилось, как дети – лучшие ученики школы искусств, дарили Александру Лукашенко лиру, сделанную из соломки. Он похвалил, отметил это, и, конечно же, во всеуслышании сказал, что наши дети никогда не останутся без внимания, они всегда будут под опекой государства, и талантливые получат дорогу в жизнь. И хочу сказать, что на сегодняшний день у нас, наши бывшие воспитанники нашей школы, восемь человек награждены, вернее, не награждены, а стали стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Это все на деле подтверждается, а не только словами. И наши учащиеся знают, что побеждать надо стремиться к высотам. И, конечно же, это не останется незаметным. Гимназия номер три в Петрикове. Современная школа, которой могут позавидовать и горожане. Теперь школы такого типа строят в каждом районе Гомельской области, но именно эта появилась первой. Ее построили по прямому поручению президента. В городе было две школы, с большим количеством детей занимались две смены. И в один из своих визитов Александр Григорьевич заглянул к нам, в политическую полицию, и жители обратились к нему с просьбой о том, чтобы хорошо было бы иметь третью школу. Школу начали строить еще в начале 90-х. Потом власти засомневались. Район загрязненный, перспектива сомнительная. Но жизнь пошла по другому сценарию. Люди возвращались, и детей в Петрикове становилось все больше. Я должна была за руку, но я не успела. А почему вы успели? Ну, он быстрее в школу зашел, чем я. Я постояла и ушла. Так Катя вспоминает, как встречала президента в день открытия новой школы. Женя считает, что ему повезло больше. Я вручал шар такой, дурезиновый, который прыгает, знаете. Вот я вручал, там был разрисованный весь. Большой? Да. У меня фотографии дома есть. 350 детей. Конкурсный отбор с пятого класса. Дети участвуют в олимпиадах, осваивают научно-исследовательскую работу. На вопрос, как изменить жизнь в Чернобыльской зоне, они отвечают так. Просто с вдохновением участвовать в решении проблем своего района. А поддержка обязательно будет финансами, опытом и знаниями. Из Хойникского района была эвакуирована и отселена почти половина населенных пунктов. Закрыты 10 школ, 20 заведений медицины и культуры. После этого три раза Александр Лукашенко приезжал в Хойники. Постепенно возрождались промышленные и сельхозпредприятия. Практически завершилась переспециализация хозяйств. Наладился быт. И как-то очень логично, что в очередную встречу с президентом местные жители попросили подарить праздник. Большой город, 13 тысяч населения, а провести мероприятие какое-то или принять какой-то коллектив, ну, у нас практически большой возможности нет. А сейчас, сейчас да, мы можем принимать любые коллективы республики, мы их и принимаем. И в сентябре в Хойнике этот долгожданный праздник пришел. День белорусской письменности. А вместе с ним в Хойниках открылись Дом гражданских обрядов, стадион с искусственным полем и трибунами на полторы тысячи мест и бережно отреставрированный усадебный дом, памятник архитектуры 19 века. В нем и разместилась экспозиция Хойникского краеведческого музея. Местные люди желают остаться носителями уникальной культуры Полесья. Ведь история Хойников начинается с 15 века и, к счастью, продолжается. В 1986 году я работал с заведующим организационным отделом райкома партии. И мне пришлось возглавлять одну из групп, созданных решением в районе здесь по отселению населенных пунктов. Это населенные пункты Погонная, Города, Лесок и, естественно, хозяйство, Совхоз Победа, Социализма. И сравнить то время, в какой ситуации мы были и сейчас, знаете, надо так вот думать по прошествии 25 лет. Ну и вывод такой напрашиваться, что не зря мы все-таки работали. Сейчас, доперекор всему, вы ехали по Хойниковам, смотрели. Мы живем, развиваемся и будем жить, и будем развиваться. Это однозначно. И то, что вот сейчас уделяется такое большое внимание пострадавшим районам, и президент страны всегда находит возможность бывать, и в нас бывают в районе регулярно, это говорит о том, что мы и по прошествии 25 лет, мы не одни, не остались самым нас с этой бедой. На загрязненной территории Хойниковского района расположена часть Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Это единственный в мире научный полигон для изучения проблем радиоэкологии и радиобиологии. На этих землях исследуют популяции животных и растений. Только здесь лучше всего видно, как природа сама себе залечивает раны, нанесенные ужасной катастрофой. И люди просто обязаны не отставать. Ну ладно, что было, то было. Но возрождать этот край мы будем, чего бы нам не стоило. Мы еще усилим здесь контроль, у нас хватает для этого средств контроля, усилим контроль по продуктам, которые здесь будут производиться, особенно на земле. Данные радиационного мониторинга свидетельствуют о том, что обстановка на больших реках стабилизировалась. Концентрации радионуклидов в реках Припять, Днепр, Сож, Ипуть значительно ниже допустимых нормативов. А это значит, что Припятское полесье непременно останется жемчужиной Беларуси. Жители маленькой белорусской деревни Езёры в Черековском районе заняты повседневными делами. Сегодня здесь активно готовятся к посевной. Сама деревня потерпевшей не выглядит, о чем местный люд рассказывает охотно. У меня жена, двое детей, дом служебный, естественно, хозяйство выдало. Мы живем, обживаемся. Сейчас здесь построили агрогородок. Намного аккуратнее, намного приятнее стало даже общаться, жить. «Езёра» оправдывает свое название. Прямо в центре – озеро. Мимо него каждый день Ирина Идаленко спешит на ферму. Четверть века в животноводстве. Теперь уже начальник комплекса. Я пришла со старой простенькой МТФ. Тут уже компьютеры, тут совсем другая техника. Я ездила учиться в горке, постоянно езжу. Все это отработано. Все это я в компьютере сидеть и могу сразу сказать. Сколько там надо, я могу сравнить. Вот если нам вчера дала 15, сегодня 10, значит, понятно, я уже вижу, что что-то мне надо предпринять. СПК «Езёры» – пример грамотного хозяйствования на землях, с которыми 25 лет назад не знали, что делать. На мех дворя современная техника, везде идеальный порядок. Ирина говорит, когда Александр Лукашенко зашел к ним однажды на ферму, стыдно не было. Нам приятно было его встретить, потому что мы в таких условиях, в аккуратных, чистых, мы с этой коровой стоим. Ну, вообще было приятно. И нам с ним встретиться, я думаю, и ему было приятно. Глядеть на этот труд, что ты не стоишь в резиновых сапогах поколения, а стоишь действительно одетый, но аккуратный и чистый, и приятный, и самому. Впечатление иудоярки, 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 потому что мы все работали, он глядет за нашим трудом, он разговаривал с нами, пообщаться. Это, конечно, приятно. Конечно, есть и проблемы. Стареют люди. Впрочем, и рожают с каждым годом в «Езерах» все больше, а значит, перспективы неплохие. Дети, а кто у нас дружки такие уходят? Президент. Президент. Хорошая дружка? Да. За год в садике открылась новая группа. Теперь здесь 51 воспитанник. К следующему году ждут еще 13 деток. Положительное демографическое положение у нас. Вот как бы уровень рождаемости детей увеличивается. Это потому что жить у вас неплохо? Да, это потому что... Молодежь у нас не уезжает. Молодежь, видно, что остаются здесь, на местах. Многодневные рабочие поездки президента по пострадавшим регионам страны стали знаковым событием каждой весны. В это время там всегда ждут главу государства. Был на встрече с президентом в прошлом году. Ну, как впечатления? Ну, как впечатления? Ну, сказали, что газификация будет, она идет. Олег и Людмила Хромых из тех, кого называют соль земли. С упорством, с терпением и любовью. Сейчас планы будущие какие? Учить детей, воспитать так, как положено. Потом. Ну, там все своим чередом. Училища, институты. Так, как... Не сами задумывай, так сказать. И будет, да. Машину поменять хочешь? Машина. Машина – это не самое главное, я считаю, это машина. Самое главное, чтобы в семье все было. А машина – это приложение. Ну, по-моему, вообще есть дом, есть дети, есть работа хорошая, есть на месте. Что еще желать? За эти годы много агрогородков посетил глава государства. Эффективная социальная инфраструктура, уверенная в завтрашнем дне сельчанин. Именно так, сказал президент, мы будем возрождать так называемые чернобыльские земли. Именно там, где можно жить. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы люди жили там, где сегодня нельзя жить. Но ведь во многих местах и земли совсем другие стали. И мы многое вкладываем в землю для того, чтобы их возродить и вернуть к жизни. Это тоже очень большая программа. На пострадавших территориях провели тысячи километров газопроводов. Огромный объем работ по программам «Чистая вода», «Чистые дороги», «Чистая продукция». Загрязненные территории президент изучил полностью. Каждым днем своих поездок он по многу встречается с людьми. На полях и в цехах, в школах и спортивных залах, на центральных площадях или просто на улице с непременным участием в нехитрой деревенской трапезе. Переход к новому этапу решения чернобыльских проблем дается непросто. Возможно, самое главное – поменять психологию людей, помочь обрести уверенность в своих силах. И, похоже, люди верят. Это решение однозначно правильное. То, что люди остались жить. Вот у нас 24 тысячи где-то живет в районе, им надо создать все условия. И чтобы торговля, соответственно, работала, образование, культура, медицина. Все вот сферы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей. Люди работают. И неплохо работают. Чувствуется атмосфера совсем другая. Народ оживляется, понимаете. И все-таки мы далеко от столицы живем. И визит президента каждый воспринимает по-своему, понимаете. Поэтому, ну да, есть. Вот такая атмосфера, такая вот в районе. И люди сами меняются. Просто люди чувствуют, что они как бы нужны государству, что они не потеряны. Это и дает моральную поддержку жителям региона, что о них заботятся, не забывают. Это и толчок для инфраструктуры ее развития. Завод модернизировался достаточно быстрыми темпами. Это действительно беда. Ее надо было пережить. И до сих пор, несмотря на протяжение стольких лет, все равно государством и главой государства уделяется внимание. Конечно же, это производит большое впечатление. И люди понимают, что стоит здесь жить, что они не брошены, что здесь будет все хорошо. У всех людей, с кем мы встречались, был выбор – остаться или уехать. Они предпочли жить на своей земле. У президента тоже был выбор – оставить в зоне отселения все так, как было. Оставить людей доживать свой век с багажом прошлого. Или принять эту боль и помочь. Александр Лукашенко выбрал второе. Поэтому он каждую весну вновь и вновь едет мерить шагами эту землю, вникать в каждую, даже самую пустяковую проблему и подолгу разговаривать с людьми. Что же дальше? А дальше все будет хорошо. И чернобыльская боль когда-нибудь утихнет. Субтитры создавал DimaTorzok